Ну что ж, я поздравляю тебя, ты создал свою анимацию, может быть даже несколько, и даже сохранил файл. Ну и наконец сейчас мы научимся открывать из файла сохраненную анимацию. Перейдем сразу в Scratch и разберемся. Итак, мы закончили прошлый урок тем, что создали новую анимацию, файл новый, новый файл. Я ничего здесь пока не делала и хочу открыть сохраненную анимацию. Это может потребоваться, например, тогда, когда ты вчера, например, что-то сохранил, а сегодня захотел продолжить создавать свою анимацию, что-то изменить. Как это сделать? Наверняка ты уже догадался. Нужно выбрать пункт меню файл и здесь под пункт, который нам не совсем известен, загрузить с компьютера. В общем-то, логично. Сначала мы скачивали на свой компьютер созданный файл, а сейчас мы его загрузим с него. У нас появляется окно, похожее на окно сохранения, но называется оно «Открытие». Если ты только что сохранял свои файлы, то, скорее всего, откроется та же самая папка, с которой ты работал. Но, возможно, откроется какая-то другая папка или, например, рабочий стол. В любом случае, ты сможешь сориентироваться, увидеть, есть там твои файлы или нет. И, если ты создавал папку на рабочем столе, то выбрать рабочий стол, потом папку, помнишь, мы делали папку «Мои мультфильмы». Выбираем ее, можем нажать клавишу «Enter» или щелкнуть двойным щелчком, или нажать на кнопку «Открыть». Кому как удобнее. Каждый делает так, как ему удобно. Например, я для наглядности нажму на кнопку «Открыть», но обязательно должна быть выбрана нужная папка. Если я выберу, например, не ту папку, вот здесь тоже у меня есть другие папки, похожие, то я ее открою. Выбираю папку «Мои мультфильмы». «Открыть». И теперь мы видим здесь два файла, две сохраненные анимации. Давай выберем, ну, например, второй. И опять можем нажать клавишу «Enter». Снова уже известное нам сообщение. Почему оно появляется? Потому что Scratch не знает, возможно, мы здесь что-то запрограммировали уже и забыли сохранить. И он еще раз спрашивает, хотим ли мы заменить те изменения, которые здесь были проведены, и открыть уже тот файл, который выбрали. Понятно, что в данной ситуации мы ничего не меняли, и этот вопрос нелогичен. Но компьютер такая штука, которая иногда работает не совсем логично. Поэтому здесь мы просто нажимаем на кнопку «Ок». И вот она наша сохраненная анимация. Ура! Теперь мы умеем создавать новую анимацию, сохранять ее в файл, открывать, и дальше ты можешь продолжать ее редактировать, делать свой мультфильм более совершенным. А я в следующих своих уроках тебе в этом помогу. Желаю тебе всяческих успехов!